Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 6 июля, и мы возобновляем наши обзоры по техническому анализу. И если вам их не хватало, то не забудьте поставить лайк и ваши вопросы, которые закопились за эти полторы недели, вы можете написать в комментариях к этому видео. Также я напоминаю, что сегодня первая пятница месяца, это значит, что будут выходить данные по количеству вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства, показатели, которые называются Non-Farm Payrolls. Этот выход мы также будем комментировать онлайн в 15.30 по Москве, поэтому не забудьте на него также присоединиться или уже сможете посмотреть в записи в конце дня. Ну а мы начинаем. Давайте посмотрим, что у нас происходит по паре евро-доллар. Тенденция восходящая, которая у нас началась в последних числах июня, сохраняется и мы подошли к области сопротивления, которая находится в области 1.17.19. Общий тренд остается пока нисходящий, поэтому преодоление области 1.17.19 будет ключевым для возобновления покупок по данному инструменту. В свою очередь, велика вероятность и отбития от этого уровня и, соответственно, продолжения нисходящей тенденции. Поэтому, если цена сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера по цене 1.16.49, то в этом случае будем ожидать возобновления нисходящей тенденции и движения в область 1.15, ну и далее уже на 1.14. По паре британский фунт, американский доллар, тенденция восходящая на текущий момент также сохраняется. Цели роста – это преодоление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера и движения по направлению 1.33.27. Область сопротивления, от которой мы также можем получить отбитие и продолжение нисходящего тренда по данному активу с целями до 1.30.53. По паре американский доллар, канадский доллар, коррекционная нисходящая тенденция сохраняется. Мы подошли к области поддержки на уровне 1.31.14. Преодолеть данный минимум не можем пока еще уже несколько дней. И в свою очередь возобновление роста по данному активу будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальных значений четверга, которые были зафиксированы по цене 1.3158. И движение далее на 1.33.85 уже будет актуально. То есть после преодоления данных уровней можем ожидать возобновления роста уже в сторону, соответственно, основного тренда, который здесь является ключевым. По паре американский доллар, японская иена. 3 июля мы увидели уход ниже минимальные значения, которые были зафиксированы второго, что на текущий момент говорит о том, что преобладает тенденция нисходящая, по крайней мере в рамках часового таймфрейма. И в свою очередь она и сохраняется. Возобновление покупок будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 110.72. Ну а пока тенденция сохраняется нисходящая. И цели по снижению в среднесрочной перспективе находятся в области 109.33. По паре австралийский доллар, американский доллар, общее направление, которое мы сейчас видим, напоминаем больше боковик. И сейчас австралийский доллар торгуется у верхней границы, но общее направление в рамках 4-часового и дневного таймфрейма сохраняется нисходяще. Здесь важными уровнями будут выступать максимальные значения конца июня, именно 22-е. Это область 74.44. В том случае, если австралийский доллар уходит выше данной области, то можем ожидать возобновления роста уже и в среднесрочной, но и, соответственно, в долгозрочной перспективе. Ну, а вероятность отбития и продолжения нисходящего тренда здесь остается выше. И для минимального подтверждения начала снижения по австралийцу нам необходимо увидеть уход ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера по цене 73.61. И после этого уже откроются цели снижения до 72.99. По паре евро-фунт вчера мы смогли преодолеть максимальное значение, которое было зафиксировано 4 июля по цене 88.40, что на текущий момент завершает данное коррекционное нисходящее движение и возвращает нас к тенденции восходящей. Цели роста это область 88.89, ну и после преодоления данного уровня уже откроются предпосылки на рост далее до 0.90. На текущий момент цели по евро-фунту для отмены покупок, то есть ближайший разворотный уровень располагается на минимальные значения, которые были зафиксированы 4 июля по цене 87.99. Золото всю неделю, пока у нас не было обзоров, снижалось. На этой неделе вначале мы увидели обновление локальных минимумов, дошли до уровня 1237 долларов за тройскую унцию, затем отыграли данное снижение и фактически 4 июля закрепились выше максимумов, которые были зафиксированы 29 июня и 3 июля, что пока в рамках часового таймфрейма у нас приводит в фазу восходящего коррекционного движения по золоту. Для тех, кто рассматривает продажи, ну и в принципе продажи пока остаются актуальными, так как нисходящий тренд здесь сохраняется. Ближайшие цели это уходить ниже уровня 1251 и по локальным уровням мы можем после ухода ниже данного уровня получить вновь продолжение нисходящей тенденции, поэтому за этим уровнем будем следить. В том случае, если цена обновит локальный максимум, то есть это будет дополнительное подтверждение, что пока тенденция восходящая сохраняется. Нефть марки Brent выросла до максимальной значения в области 79.79 и мы ушли в небольшую коррекцию, которая фактически сохраняется на текущей неделе. Общего направления, на мой взгляд, это не меняет. Важным уровнем здесь является минимальное значение 28 июня, это область 7708. То есть, пока мы торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется и поиск вариантов для покупок сохраняется оптимальным. Вероятности, которые здесь можно рассматривать для входа, это преодоление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 88.66 и после ретеста к данному уровню уже также рассматривать вход с целью продолжения роста до 80.81. По индексу DAX долго мы торговали в конце июня в области 12.123. Преодолеть данный уровень ниже мы не смогли. Ну и далее уже в начале этой недели в рамках часового таймфрейма мы получили возобновление роста по индексу DAX. На текущей момент тенденция сохраняется. Следующие цели – это область 12.800. Ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 12.293. Биткоин дошел на этой неделе до своих максимальных значений, которые были фактически в середине июня. Это максимум в области 6.744. Вчера не смогли обновить максимальные значения и сегодня мы торгуемся тоже фактически уже вблизи минимальных значений вчерашней торговой сессии. На текущий момент мы можем ожидать, соответственно, возобновления роста. Тенденция, восходящая здесь в рамках часового таймфрейма, сохраняется. Но важный уровень, который мы видим в рамках среднесрочной тенденции – это область 6.813. После преодоления которого мы можем говорить уже о возобновлении роста до 8.000. Ну и, соответственно, далее. Пока вблизи этого уровня мы можем получить отбой. Свидетельством этого будет уходить ниже уровня 6.373 и движение далее по нисходящей. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что не забывайте подписываться на наш YouTube канал для того, чтобы не пропустить свежие видео, свежую аналитику и наши онлайн-трансляции. Всем желаю хорошего завершения торговой недели и до свидания.